Всем привет! Сегодня 1 февраля 2024 года. Долгое время я не выходил на связь, вот уже как 2 месяца, и на днях решил записать для вас, моих подписчиков, новый видеоролик. И рассказать про изменения, которые произошли со мной за последнее время. В данном ролике я освещу сразу 2 темы. Первая это простатит, и вторая тема это харизма и магнетизм. Начнем с простатита. В последние недели ситуация поменялась, и позывы сходить в туалет стали намного меньше. Напомню, когда я анонировал, мочевой пузырь наполнялся очень быстро, и терпеть это было нереально. На воздержание стало полегче, но все же мочевой пузырь наполнялся, скажем, уже процентов на 50 где-то. И я ходил в туалет очень часто. В последние недели я заметил, что мочевой пузырь наполняется теперь процентов на 20-30. Ну то есть проходит больше времени, и позывы не такие сильные, как раньше. Да и вполне возможно, что ситуация уже решена, и просто мне непривычно ходить в туалет редко. Ведь с 2018 года я ходил в туалет каждые полчаса, час. Когда анонировал, бывало, каждые 10 минут ходил, и это был настоящий ужас. Я все еще хожу в туалет часы, но тут дело, я думаю, уже в привычке. Я часто ловлю себя на мысли, что я иду в туалет отлить, но при этом сильной потребности в этом нету. Да и ночью я тоже просыпаюсь и иду в туалет чисто по привычке. Я начал делать над собой усилия, и проснувшись ночью с желанием сходить в туалет, я просто засыпаю дальше, так как мочевой пузырь наполнился не на полную. Я понял, что надо и днем тоже ходить в туалет теперь только тогда, когда мочевой пузырь наполняется полностью. В остальных случаях терпеть и привыкать жить по-новому. 6 лет я ходил в туалет очень часто, и потребуется время, чтобы перестроиться. А может даже я ошибаюсь, что позыв процентов на 20, может даже не так, может просто с непривычки кажется, может даже вообще, то есть позыва-то нету никакого. Но стало намного легче, и это факт. Но воздержание продолжается, и судя по всему, с частым мочеиспусканием вопрос почти уже решен. И данная новость больше всего меня обрадовала. Поэтому у тех, у кого есть такие же проблемы, я думаю, что чтобы простатит прошел, нужно очень много времени. Не месяц, два, а три. У меня вот, например, все начало проходить только сейчас. Напомню, сейчас у меня срок 1 год и 7 месяцев на воздержание. 18 февраля будет год и 8 месяцев. Ну и также не стоит забывать и о том, что простатит мог пройти, но привычка часто ходить в туалет осталась. И я на данный момент работаю над тем, чтобы поменять данную привычку и ходить в туалет как положено, как это было раньше, до 18 года. Когда частые позывы меня еще не мучили. Простатит долгое время у меня не проходил, и я уже думал, что воздержание не сможет это излечить. Однако я ошибался. Просто нужен был очень длительный срок воздержания, чтобы это начало проходить. Это первая хорошая новость, что простатит все же излечивается на воздержание. И это проверено на моем личном опыте. Можете написать в комментах, у кого, на каком сроке он прошел. Вторая позитивная новость. Я, кстати, уже освещал этот вопрос в предыдущих роликах, но у меня есть желание осветить этот вопрос еще раз. Но уже более глубже. На воздержании ты становишься очень харизматичным и притягательным, и люди к тебе тянутся. Я постоянно захожу в одни и те же магазины уже много лет. Ну, это такие магазины, типа Пятерочки, которые находятся у моего дома. Я заметил, что продавцы в магазинах со мной сами заговаривают и обращаются на «вы». Хотя раньше, помню, да, те же самые продавцы, когда я анонировал, поглядывали на меня косо, ну, как на говно какое-то. И либо вообще никак не реагировали, либо как-то по-хамски вели себя со мной. Но сейчас такого даже близко нет. И в целом людям я начал очень нравиться и стал притягательной личностью. Женщины тоже совершенно по-другому смотрят и относятся более уважительнее. Бывает, я даже ничего не делаю. Стою на остановке, и ко мне подходит девушка и спрашивает, который час. И потому, как она на меня смотрит, уже понятно, что я ей нравлюсь. Но я с ней заговариваю и беру у нее номерок. На сайтах знакомств тоже девушки открыто идут на контакт и общаются со мной. Некоторые сами первые пишут даже. Я тоже изменился. Я помню, раньше на сайтах знакомств я писал «Привет, как дела? Привет, познакомимся». И в 90% случаев мне вообще не отвечали, либо отвечали, но как-то сухо и без интереса. Сейчас я тоже манеру общения свою поменял и пишу сообщения по-другому. Например, «Привет, я тоже увлекаюсь путешествиями. Я уверен, у нас еще очень много общего. Буду рад знакомству». И вот, 90% девушек идут на контакт и соглашаются сходить со мной погулять. В общем, позитивных изменений очень много. При анонизме ты как батарейка, которая еле как работает, бездушная, унылая и неприятная. И девушек, и людей такие люди отталкивают. На воздержание же ты становишься полностью рабочей батарейкой на все 100%. Ты полон энергии, ты бесстрашен, ты силен, ты излучаешь уверенность, магнетизм и харизму. Ну и, соответственно, люди к тебе тянутся, и женщинам ты нравишься. После таких изменений тебе просто самому не захочется дрочить. Я допускаю срывы в будущем, но только на секс с женщиной, ну или с множеством женщин. Поживем, увидим, как говорится. На данный момент я осваиваю пикап и развиваюсь в этом направлении. Когда произойдет срыв на секс, я запишу об этом видео. Секс, я думаю, это неплохо, и сексом можно, и даже нужно заниматься, но в меру. Например, один раз в неделю. Но вот анонизм – это зло, и заниматься им нельзя, нисколько, даже один раз в неделю. И возвращаться к анонизму спустя год и 7 месяцев воздержания даже не хочется. Я отвык от него, и жизнь у меня с каждым днем становится все лучше и лучше. Я нисколько не жалею, что встал на этот путь. К анонизму я больше никогда не вернусь. Правда, похотливые сны еще изредка снятся, но это ладно. Думаю, лет через 5 их не будет. Фантазии и мысли тоже нет. Даже когда я рассматриваю фоточки девушек в купальниках и так далее, я смотрю на это адекватно. Ну, то есть, красивые фигуры и все. Я смотрю адекватно, без похоти. Тем, кто только начинает воздерживаться, не советую так делать. Как минимум, должно пройти полгода, чтобы организм восстановился. Может быть, даже больше. Всем спасибо за просмотр. Всем тоже желаю научиться жить без анонизма и похоти. И вас ждет полноценная жизнь, наполненная яркими событиями. И еще, я до сих пор иногда ловлю инсайты свыше, и глаза мои открываются на какие-то такие вещи, которые раньше я не понимал. Анонизм очень сильно туманил разум и не давал продвинуться дальше и одерживать победы и достижения в жизни. Без анонизма жизнь стала другой, и изменения продолжаются. Сразу, как только я бросил анонизм, постепенно разум начал очищаться от тумана. И я обретал ясность, с каждым днем все больше и больше. И изменения, они не закончились, они продолжаются. Я продолжаю воздерживаться и планирую пронести данную практику через всю жизнь. И никогда не возвращаться к этому. Правда, есть у меня небольшие опасения в плане секса, что когда я начну заниматься сексом с женщинами, может, зависимость перейдет в секс. Может, у меня не получится заниматься этим раз в неделю. Может, я буду заниматься этим каждый день и по нескольку раз на день. И тогда я снова вернусь в то же унылое и убогое состояние, что при анонизме. Я, конечно, рассчитываю на то, что я смогу себя сдерживать, но тут, как говорится, поживем увидим. Кстати, ребят, если здесь есть те, кто воздерживался от анонизма очень долгое время и потом начали заниматься сексом, расскажите свой опыт, как это было, есть ли в этом опасность. Будет интересно почитать комментарий на эту тему. Ну и напоследок еще хочу сказать огромное спасибо за все это воздержание. Я могу сказать только Всевышнему и Ангелам-Хранителям силам света и добра. Без помощи свыше я бы не смог так долго воздерживаться. Всех побед, достижений, осмыслений, озарений, освобождения от простатита и мега-супер-харизмы я бы просто не смог достичь. Поэтому я обязан был это сказать. И воздерживаться такое долгое время без помощи свыше я бы тоже не смог. И я не имею никакого права причислять это себе за все это заслуга Всевышнего и сил света и добра. Спасибо всем за просмотр. На данном канале есть куча видео на тему воздержания. И я очень надеюсь, что людям мои видеоролики помогают. Ибо, как говорится в Священном Писании, если ты познал какую-либо истину, то иди и говори об этом людям. Что я, собственно, и делаю на данном канале. Пишите свое мнение в комментариях. Теплым комментариям благодарности я всегда рад. На негативные комменты я и вовсе не обращаю внимания. Так что можете не стараться. Всем тем, кто борется с этой зависимостью и никак не может ее преодолеть, хочу также сказать, что я узнал про практику воздержания в начале 2019 года. Мне на Ютубе попался видеоролик на тему воздержания. По-моему, это I Know был, но я точно не помню. И вот, с 2019 года я пытался воздерживаться от этой привычки. И получилось это сделать на совсем только 18 июня 2022 года. Три года я с этим боролся, и у меня в итоге получилось. А раз получилось у меня, значит получится и у других. Способ, которым у меня получилось это сделать, описан в самом первом ролике про воздержание. Данный ролик, он кстати самый информативный, и там описан способ, как я сумел бросить дрочку. Я прикреплю этот ролик в описании к видео, чтобы новые подписчики тоже посмотрели. Да и старым подписчикам тоже не помешает пересмотреть. Если получилось бросить у меня, I Know, Арсена Маркаряна, ТМС, Блог и других блогеров в тематике воздержания, то получится и у вас. Всем еще раз спасибо за просмотр. Буду заканчивать данный видеоролик. Не теряйте меня, я все так же нахожусь на воздержании. Просто я больше не циклюсь на воздержание. И просто живу. Поэтому и роликов в последнее время на данную тему тоже выходит мало. В общем, будем держать связь. Как только я захочу поделиться о чем-то новом в отношении воздержания, значит будут новые ролики. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует...